Закон о капитальном ремонте многоквартирных домов заработал в конце 2014 года. Спустя почти полтора года у жителей по-прежнему много вопросов. Сегодня на них отвечали в редакции новочбоксарской газеты «Грани». Там состоялась очередная горячая линия. С момента вступления в силу закона о капитальном ремонте одни распространенные среди населения вопросы сменялись другими. Однако один из них никогда не терял популярности. «Платить обязательно?» «Платить обязательно. Это законом уже приписано, что является обязательным платежом и входит в структуру платежей за жилищно-коммунальные услуги». На втором месте вопрос «С какой стати?» Отвечает на него и терпеливо разъяснять собственникам их права и обязанности чиновникам придется, судя по ситуации, еще долго. Впрочем, вопрос есть даже у тех, кто с законом согласен и платит исправно. Так, после мартовских праздников часть горожан получила квитанции с начисленными пенями за январь и февраль. Хотя платили они вовремя. Директор фонда капитального ремонта Олимпиада Епифанова успокоила. Так сработала почта России. Собственникам проведут перерасчет. Несколько звонков поступило и от тех, кто сам задерживает платежи по следующим обстоятельствам. Чтобы пени не начислялись, заплатить нужно до 10 числа каждого месяца. А в то время, как пенсию жители получают не раньше 12-го, а зарплату, как правило, в 20-х числах. Почему нельзя сделать у них тоже региональный оператор, как и все остальные платежи по 21-й. Обязанность по оплате взноса на капремонт возникает у собственника до 10-го числа, следующего за отчетным. Если иное не сказано в договоре управления домом. То есть вы своей управляющей компанией договор заключили и в нем наверняка определили, что пени за жилищно-коммунальные услуги начислять с 20-го или с 25-го. Вот этот договор надо до нас довести и мы на основании этого договора, собственникам всего вашего дома, перенесем срок начисления пени на ту дату, которую вы определили своим договором. Много звонков поступало от пенсионеров. В конце прошлого года Владимир Путин подписал закон, который дает право регионам освобождать от платы за капитальный ремонт россиян старше 80 лет. А также снижать взносы для пенсионеров, перешагнувших 70-летний рубеж. Я живу одна, мне 79 лет. Но у меня прописана дочь, которая живет в совершенно другом городе. Вот я отношусь к этой льготной категории или нет? К сожалению, нет. Потому что с вами проживает, получается, как бы официально, по документам, работоспособный, то есть человек, который на сегодняшний день работает, не является ни инвалидом и ни престарелым гражданином. Эта компенсация предоставляется только тем, кто одиноко проживающим престарелым людям. И кто с ним или проживает с членами своей семьи, которым тоже по столько же лет. Те, у кого еще остались вопросы, смогут задать их завтра, 17 марта, заместителю министра строительства Чувашии Максиму Иванову. Встреча с населением состоится в Национальной библиотеке в 10 часов. Ольга Пырочкина, Сергей Рябчиков, Республика. Ольга Пырочкина.